Магнитогорцы, пострадавшие при частичном обрушении дома по Карла Маркса, готовятся к переезду. С оформлением бумаг помогают специалисты администрации и риэлторы. Одним из первых планирует заселиться Евгений Юрченко. Новое жилье вместе с ним осмотрела и наша съемочная группа. Я на расстоянии 800-900 метров испугался просто, я вздрогнул и даже вибрацию почувствовал. Но я значения этому не придал, там гаражей много, я думал, у кого-то баллоны взорвались. Евгений Юрченко вспоминает события той злополучной ночи. Молодой человек чудом остался жив. Рассказывает, долго не мог уснуть, буквально за несколько минут до трагедии. Пошел в гараж за машиной, вернулся, а подъезда нет. Евгений проживал на 10 этаже в однокомнатной квартире, площадью около 32 квадратных метров. В настоящее время готовится к переезду. Он один из первых пострадавших, кто уже присмотрел новое жилье. Это не девятиэтажка, обычный пятиэтажный дом. Как бы сказать, после произошедшего у меня, честно говоря, панический страх лезть в многоэтажки. Потом, что комната мне очень понравилась, она такая большая, просторная. Да и вообще квартира сама по себе, она необычная такой планировки. Просторные комнаты, кухня, площадь квартиры почти 36 квадратов. Стоимость – миллион двести тысяч рублей. Сумма, конечно, больше, чем единовременная выплата за утраченное жилье. Но Евгений готов доплатить. Уж очень понравилась квартира. Договор есть и из риэлторского агентства. Вот сегодня, получается, позвонили. Хотят выйти сегодня даже на сделку. То есть приобрести, допустим, вот эту квартиру. Ну вот, получается, я должен сейчас ехать туда. Новые квадратные метры подыскивает и Евгений Фокин, отец 10-месячного Вани, которого спасатели вытащили из-под завалов. Рассматривать самые разные варианты. До этого была двухкомнатная квартира. И сейчас тоже берем двухкомнатную квартиру. Жена сейчас в Москве, я сам выбираю. Жильем пострадавшим помогают сотрудники администрации и риэлторы. Специалисты говорят, для выбора квартир достаточно. Причем как новых, так и вторички помогут и с переселением в другой город. На сегодняшний день стоимость квадратного метра в Магнитогорске колеблется от 29 в среднем до 31 тысячи рублей за средний сегмент жилья, так называемый. Средний сегмент жилья. Поэтому объема субсидий должно хватить всем на покупку хороших, достойных квартир в хорошем состоянии. Кроме этого, оснований для роста цен в Магнитогорске на сегодняшний момент нет. Изначально новые квадратные метры планировалось предоставить жильцам седьмого и восьмого подъездов, чьи квартиры были разрушены при взрыве. Однако сегодня стало известно, что должны расселить весь дом. Такое поручение дал президент Владимир Путин губернатору Челябинской области. Ольга Сухоплюева, Егор Суханов, Александр Маргунов, информационная служба, Медиагруппа Знак.